всем привет я зайка леонид зайка это просто фамилия а это просто тигр мы когда-то вместе работали коротенько расскажу о себе я уже порядка 10 лет занимаюсь сохранением и изучением диких животных в основном естественно среди обитания ну проще говоря в дикой природе работаю с дикими животными зачастую еще и с дикими коллегами не так давно я вернулся из арктики в которой провел практически три года это были три года удивительные наполнены эмоциями переживаниями опытом грузовики постоянно ездят и мешают мне снимать в принципе все видео на моем канале как раз и посвящены жизни и работе в арктике и это видео будет не исключение в этом видео будет много дороги и самое удивительное что дорога будет простилаться по летней арктике до в арктике тоже бывает лето я предлагаю не заморачиваться долго над предыстории и начать смотреть в общем как я гонял белых гусей на острое врангеля и надел тысячу колец на самых удивительных наверное в моей жизни птиц где погибало здесь отсуток Ну что, готов? Готов, едем. Готов, едем. Готов, едем. И не важно, насколько сильно гнезда навестим однажды. На первый взгляд может показаться, что мы просто едем и кайфуем. Но на самом деле это не так. Любая дорога из пункта А в пункт Б, помимо того, что это логистика, это еще и учет животных на территории. Мы постоянно осматриваемся. Если кого-то встречаем по пути, ставим точку на навигаторе, записываем в блокнотик. И потом в летописи природы отмечается, что на этом участке живет, например, два овцы быка. И они дрались. Чтобы не наносить вред природе, которую мы с тигром номер два очень сильно любим, маршрут прокладывается либо по рекам, либо по скальным отцепям. Потому что тундра, особенно в летний период, очень сильно подвержена любому воздействию. Да, ехать сложнее, время в пути увеличивается. Но все равно по итогу мы приезжаем на кордон, где нас ждет теплый обед. Ну, правда, его еще нужно приготовить. Мы добрались до кордона Пик Тундровый. Сейчас загружаем технику специальными сетками, из которых будем делать загон для гусей. Здесь лето, жара, я в Панамке. Почему это место называется Пик Тундровый? Потому что напротив кордона стоит единственная возвышенность, здесь близлежайшая, высотой порядка 400 метров, которая называется Пик Тундровый. Мы уже поднимались туда с Костиком. Сейчас обедаем, собираемся и выезжаем к первой колонии. Ищем достаточное для кольцевания количество гуся. Ой, я давно не причесывался. Прошу прощения, но я совсем забыл познакомить вас с командой. В кадре Василий Васильевич Баранюк. Великий орнитолог и замечательный человек. Если я не ошибаюсь, то он уже более 20 лет занимается изучением белого гуся на острове Врангеля. Константин Артамонов. Самый молодой полярник нашей станции и большой любитель покушать. Кстати, видео о нем вы можете посмотреть на моем канале. Сегодня Костику повезло дважды. Он впервые принимает участие в кольцевании, которое совпало с его днем рождения. И скоро мы будем его поздравлять в полевых условиях. Ну и конечно с нами Павел Сергеевич Кулемеев, начальник научного отдела. Мы давно работаем с Пашей вместе во многих проектах, но мне практически никогда не удается поймать его в кадре. Ну не любит он это дело. Как раз сейчас за обедом мы обсуждаем последний выпуск интервью о Константине, самом молодом полярнике нашей станции. На удивление он очень хорошо зашел. Больше всего меня радует то, что незнакомые люди пишут в комментариях и встречаются те, кто был как-то связан с островом, либо с людьми, которые на нем работали. В общем, мне интересна ваша реакция. Пожалуйста, пишите, не забывайте. Гостик какой-то преподаватель в самом комментарии. О, я тебя помню. Ты там просил. Такой человек стал. Вот, да трусь. Я ему не стал писать, что это все склейка и монтаж. Если бы вы увидели то, о чем говорил Косте на протяжении всего интервью, то я бы не торопился с Сеоном. Представься. Блядь, как представиться? Всем привет, меня зовут Костя. Можешь просто привет, меня зовут Костя. Ну, загадывай желание. Задувать? Нет. Вставляй. Ну, да, задувай, наверное. Ура. Вот тебе скромный подарочек такой. Для сладкой жизни и для... Спасибо. Не знаю, что там, конгрета, что ли. Это не импотенция, а не обычная импотенция. А, импотенция? Да. На каждом кордоне мы оставляем часть груза, который везем с собой с центральной базы. Это что-то из продуктов питания, хозяйственного инвентаря и строительного инструмента, который может пригодиться ребятам, приезжающим в следующие экспедиции. Доливаем бензин в баке своих железных коней, запускаем двигатели и едем в Тундру Академии. Едем на кольцевание. Я думаю, сейчас настало самое время рассказать подробнее все-таки, куда мы едем и для чего это все делается. Дело в том, что на территорию заповедника каждый год прилетает огромнейшая популяция белого гуся. На минуточку, самая большая гнездящаяся колония белого гуся прилетает ежегодно на остров Врангеля. И вот уже более 20 лет ведется большая научная работа по мониторингу и изучению этой популяции. Вот представьте, большой участок территории, куда ежегодно прилетает порядка миллиона птиц. Выезжает туда группа специалистов и ищет стадо обособленное, где будет порядка тысячи либо двух тысяч голов. И под это стадо, недалеко от него, строится небольшой вольерчик, в который потом стадо собственно и загоняется. Основная задача загнать в вольер не менее тысячи птиц. И очень быстро, для того, чтобы птица не устала, произвести кольцевание. То есть на каждую лапку каждой птицы надо одеть специальное кольцо с серийным номером, которое впоследствии поможет понять собственно то, для чего это и делается. Но чтобы более детально и более лучше сформировалась картинка, предлагаю подсмотреть, как это все происходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что нам нужны? Тарелки? У кого нет туалетной бумаги? время 15 0 0 мы взяли последнее необходимое для проведения кольцевания вот в оболочке сейчас едем непосредственно на колонию будем искать стадо чтобы загонять его в вольер а ну для начала построим этот вольер можно сказать кольцевание началось 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Субтитры сделал DimaTorzok После того, как мы построили вольер, мы начинаем загонять в него гусей. Это трещит лед, он еще не сформировался. И сразу я пережу ваш вопрос, почему же гуси не улетают, когда за ними идут несколько человек. Дело в том, что кольцевание проводится во время периода линьки у гуся, когда старое перо уже ушло, а новое не сформировалось, и попросту птицы перестают летать. То есть на какое-то время птица перестает быть птицей. Надо загнать первую часть, вторая с кольцами. Ты сейчас не дал сил поскать гусей, если побегут, то они в силу. Понял. Когда часть будет дорога в горале, тогда отрезаем. Стоп, стоп, стоп. Проходим, проходим. Пусть назад не может. Пошли, 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 пошли. Все, основная масса птицы в вольере. Теперь мы начинаем ускоряться и работаем практически без передышки для того, чтобы минимизировать воздействие на птицу и как можно быстрее закончить процедуру кольцевания. Если вы успели заметить, то вольер поделен на несколько частей. Его левая часть это самое большое пространство, в котором держится основная масса птицы. Потом чуть поменьше так называемый перегонный вольер, куда загоняется небольшое количество, примерно 10-15 птиц, из которого уже подается по одной сотруднику, собственно Василию Васильевичу, который и проводит саму процедуру кольцевания, определяет возраст, пол животного и тот регион, откуда он к нам прилетел. Для удобства и оптимизации рабочего процесса, для того, чтобы он был быстрее, но качественней, за многие годы была выработана определенная система. Кольца надеваются на специальные подающие такие шесты, с которых их очень удобно снимать в процессе, собственно, чему сейчас Константин обучается у старшего товарища Павла. И после этого в маленький вольер, где происходит процедура кольцевания, заходят три человека. Василь Васильевич, тот, кто надевает кольцо, определяет пол и возраст. Либо Константин, либо Павел, это те, кто подают кольца, так же это могу быть и я. Но в этом году мне выпала честь записывать порядковые номера, то есть вести учет той птицы и полностью учет процедуры, которые происходят во время кольцевания. За счет того, что ты полностью погружен в рабочий процесс и хочешь побыстрее отпустить уже кольцованную птицу, ты забываешь о некоторых правилах техники безопасности, о которых в Арктике нельзя ни в коем случае забывать. Основное правило – это крутить своей головой на 360 градусов, потому что медведь может возникнуть неожиданно. Собственно, так и произошло. Мы находились очень далеко от моря. Встречи с медведями здесь крайне редки. Но, как предположил Василь Васильевич, скорее всего, медведица пришла на какой-то локальный большой шум из одной точки, который привлек ее внимание. Опа! Не только она за гусями пришла. Она же... Ну... Ну, Паша узрел. А мы и не ездили. Подожди, 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 подожди. Тоже Субадуль тут. Один-один. Держи. Держи. Один-один. В шумеотни. Надо идти в шумеотнике. Один-один. Шумеотнике. Держи. Держи. Субадультус 22, север, самец. После того, как на первые 100 гусей были надеты кольца, мы не смеем их задерживать. И здесь, наверное, мой самый любимый и самый счастливый момент. Это выпуск гусей обратно в природу, обратно на свободу. Не стоит многословничать, просто посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Самка, что это? Это повторно. Ёбло. Друзья. Сейчас пошла. Вот я иду пока не выпускаю. А, можно по кольцеванным действительно? Да, кольцеванным. Ну что, кольцевание 2022 года. Закончено, ура! Ай, извини. Ничего. Ничего. Ложи. Ну что, вымыть? Да. Вот и закончилось кольцевание 2022 года. Сейчас выпускаем последних гусей. Ну что, пока. Вот и закончилось кольцевание белого гуся на острове Врангеле в 2022 году. В сложном и длинном году, который подходит к концу. И в этом году для меня был первый опыт подачи материала. В этом году я выпустил первый ролик. Сегодня он седьмой. И мне очень интересна обратная связь с тобой, зритель. Пожалуйста, не стесняйся. Пиши все, о чем ты думаешь. Про хронометраж, про подачу материала. Каких вставок больше делать. Природы или разговорных. Ну и вообще, мне интересно, почему ты решил это посмотреть. Оставить комментарий. И может быть даже поставить лайк. Хоть он совсем и не важен сейчас. Я рад, что вы со мной. Желаю вам счастливого Нового года. Побольше находитесь на природе. Катайтесь на коньках. Ходите на лыжах. Любите друг друга. Цените, берегите. Пишите. Пока.